Мне, кстати, всегда вводила в недоумевание. Так популярна история библейская о том, как Иисус разогнал всех троих грошей из церквей. Но, тем не менее, вы не найдёте ни одной церкви, в которой не было бы река со всякими иконами, свечками и так далее. Всем привет, это Даша. Я недавно закончила вышивать одну икону. И чудо вам похвастаться. Это Святая Ксения. Вот она. Я надеюсь, вам видно. Поближе к вам видно. Вот она красавица. Это радуга бисера. Никому её не рекомендую. Потому что края ткани не обработаны. Фигня бы, вопрос мне был сделать это самостоятельно, но как бы неприятно. Совершенно отвратительного качества пакетики с бисером. То есть, обычно пакетики, они с таким мягким дном. Тут они с обоих сторон были такими сплющенными, плоскими. И они совершенно неустойчивые, и им невозможно было пользоваться. Поэтому мне пришлось соблюдить из пакета молока специальную коробочку. Не бог вести что, выглядит она вот так. То есть, я сюда клала пакетик. Он опирался на заднюю стенку. И таким образом было более-менее устойчивое положение. И он не падал, не заваривался на бок. И вот так вряд ли у меня тут стояли пакетики с бисером. Значит, вышивала я с 20 февраля по 20 июня. То есть, ровно 4 месяца. Если я еще, конечно, не разучилась считать. И вышла такая очень неприятная ситуация. Дело в том, что я очень хотела засветить и Святую Ксению, и икону Святого Батни Лимона. Но я знаю, что, чтобы это сделать, нужно перед вышивкой попросить у Батюшки благословений, исповедоваться. Чтобы у иконы не было вышито лицо. А было, ну вот как вы видите, здесь оно уже было. То есть, я вышивала бисером, только все остальное. Но я подписана на канал Багеты Мастерской Петербургской. Оставлю ссылку под видео, если вам интересно. И там ведущая Татьяна. Она свои работы просто брала, относила в церковь. Батюшка их там освящал и все. Я думаю, ну, я тоже так хочу. Ну, потому что я не посетила, богословения не спрашивала, я просто выжирала. Иконы были отнесены в храм. Но батюшка отказалась их осветить, сказал, что она, ну, то, что я ему мужу сказала, пост, богословение, исповедование. Хочу обматерить, кстати, Кирас Кершу, которая там сидит. Мексус, если я туда вводила в недоумение, так популярна история библейская, о том, как Иисус разогнал всех трошей из цепей. Но, тем не менее, вы не найдете ни одной церкви, в которой не было бы река, со всякими там, ну, иконами, свечками и так далее. Мама, у меня в этом храме хотела провести икону. И у нее, несторонне всего, подращица спрашивает, вы вообще какое дело? Спрашивает, вы, типа, исповедовались? Так, говорит, ну, как бы, нет. Так, говорит, вот, умирать скоро. Что, что вообще за нафиг, вот это сейчас было? Я прям, мне мама рассказала, я села просто с таким лицом, как бы, что вообще происходит? Короче, хватит возмущаться. В общем, скажите, мне, пожалуйста, может быть, это от батюшки зависит, согласиться или нет, осветить, потому что, может, нам излишне строгий попался, потому что Татьяна из канала про Лен Багетта, она ничего не говорила про то, что постировала, спрашивала разрешения, там, благословения. То есть, может, нам стоит обратиться в другую церковь, имеет смысл? Напишите, пожалуйста, в комментариях, если задать ответ на этот вопрос. Собственно, это все, что я хотела сказать. У меня, кстати, сейчас просто какой-то марафон по иконам. Вообще, я не поклонник вышивки иконы. Ну, я в том смысле, что есть рукодельницы, которые только иконы и вышивают. Я не из таких. Я просто, я не знаю, почему так получилось. Видео про святого патриумона, как я его вышивала, я рассказала, как так получилось, что я не одну икону вышивала бисером, а две. Но сейчас у меня еще в работе проекта я вышиваю крестиком, слава Богу, крестиком, святую Деву Марию. Очень красиво. Я еще не вышила ей половину, но решила вам все-таки показать, потому что лик уже вышит. Вот она, моя девочка, моя красавица. Уже рамочка для нее в бакетном мастерской заказана, висит, ждет своего часа, когда уже, наконец, я закончу работу. Ну, вот так вот выглядит. И вот таким образом сложилась ситуация, что я подряд, получается, вышила у трех святых. На этом, пожалуй, все. Пока-пока.